чем сегодня. Почему? Потому что мы не принимаем свою судьбу. Причина в том, что я должен принять сначала свою судьбу, сначала выпить яд в своей жизни, принять, что у меня всё есть. Поэтому человек перед сном должен раскаиваться, попросить прощения, прощать, принять всё в своё сердце, может быть, помолиться надо немножко, и тогда ты синхронизируешься с настоящим временем и всю ночь отдыхай. Как есть анекдот. Сара говорит мужу, я что-то заснуть не могу. Почему? Я, говорит, должна подружке. Ну дай мне телефон подружке. Взял телефон подружке, муж говорит. Алло, вам Сара должна? Да. Но она вам не отдаст. И положил. Говорит, Сара, спи спокойно, теперь она пусть не спит. Ну как бы у нас тут как бы не получится ничего. Это еврейский анекдот, это нормально. Вот. А в нашей жизни надо принять, понимаете? То есть здесь никто не поможет. Если человек принял, что надо отдавать долг хорошо, дальше спать уже, и спи спокойно. Ты решил отдавать всё, наполняйся силой луны, получая отдых, наполняйся силой здоровья. Но если человек не принимает судьбу, он не сможет заснуть, он не сможет нормально жить. Надо принять, научиться. Иногда для приятия нужны силы, иногда их не хватает. Допустим, сын погиб, там ещё что-то. Бывают такие вещи, когда человек не может принять просто. Тогда нужен храм, нужна молитва, нужен контакт с Богом. А если ты теряешь силы, у тебя здоровье пострадает, тогда нужен контакт с природой уже. А если ты замтулся и не можешь ни с кем общаться, тогда нужен контакт с людьми. Иди, иди, несмотря на то, что тебе трудно, и делай добрые дела. Можешь деревца посадить для начала, птичек покормить, если сил на людей нет. Наполнишься силой от деревьев, от птичек, иди дальше, помогай другим. Понимаете, этот мир очень глубокий, в нём очень много любви. Я, допустим, когда домой приезжаю, начинаю там по саду ходить, там у меня дорожка есть, и читаю молитву. Такие птички чёрненькие, мне кажется, грачи. Вот такие чёрненькие, небольшие птички такие. Вот. Они прилетают туда, на дерево садятся. Главное на них не смотреть, потому что они боятся, когда на них смотрят, они теряются и улетают сразу, пугаются. Но если на них не смотреть, я читаю молитву, не смотрю на них, делаю вид, что их нет. Они прямо от меня, вот, в метре сидят на дереве и начинают вместе со мной чирикать. Я молюсь, они чирик, 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 и смотрят на меня. Помогают молиться. Этот мир и много прекрасного очень. Много надо просто замечать, учиться видеть всё это. И радоваться этой жизни, этому миру. Но если тебе приходится принимать судьбу, надо принимать. Это принятие возможно только, если ты пользуешься энергией, не своей. Сам человек не может ничего принять, у нас нет сил. Нужно от себя отвлечься, от событий отвлечься и начать думать о Боге. Молиться о святости, о чистоте. И тогда у тебя появятся силы. То есть, когда ты отвлекаешься от себя, это даёт возможность тебе наполниться той силой божественной. Когда человек думает о Боге, Бог ему даёт силы. И в это время он может принять судьбу, потому что для принятия не хватало просто сил. И всё. Боль заставляет мучиться человек. Когда человек думает о Боге, боль заканчивается. Он начинает чувствовать себя лучше. Это очень важно знать тоже. Потому что некоторые люди, они устают на работе, изматываются и думают, это не моё предназначение вот этим заниматься. Нет, проблема не в этом. Просто у тебя нет сбалансированной жизни. Это означает, что ты живёшь... Ну вот как знаете, как животные, они постоянно выживают. Собака бегает, пищу ищет постоянно. Нюхает всё там и так далее. Все животные, у них нет свободного времени. Они наедятся, спят. У них свободное время, когда они наелись уже. Точно так же многие люди живут. Они очень сильно беспокоятся о возможности выжить. Вот это сильное беспокойство о возможности выжить истощает человека. Делает его очень напряжённым. Потому что у животных это всё просто регулируется, понимаете. Животное, когда наелось, оно полностью расслабляется. И в ней нет проблем. А человеку сытость не поможет. Потому что даже если он наелся, у него там, допустим, какие-то дела ещё не сделаны. Ну то есть нас просто еда не мотивирует, понимаете. Нам нужно что-то больше. И поэтому мы постоянно напряжены. Вот этот способ жить как животное не получится. Получил своё и расслабился. Нам надо столько, что получая что-то мы не расслабимся. Единственный способ вся отнепряжения у человека – это бескорыстие. Способность жить для кого-то, служить кому-то, делать для кого-то что-то, а не для себя. Тогда ты в обмен с энергией счастья входишь и успокаиваешься в конечном счёте. Какие виды, как это всё зависит от вашего развития? Я сегодня поднял эту тему. Она напрямую связана с предназначением человека. Потому что это один из видов предназначения человека – это наполнение, насыщение. То есть давайте обсудим это. Какие у вас вопросы на эту тему есть? Именно на эту тему. Сейчас целевые вопросы. Не то, что вы воспользовались и просто спрашиваете. Олег Геннадьевич, как лечить геморрой? Понятно, что интересная тема для меня, для вас. Но для остальных – нет. Ваш вопрос. Добрый вечер. Олег Геннадьевич, я бы хотела задать следующий вопрос. Моя трудовая деятельность по поводу насыщения. Я люблю свою работу на предприятии, работаю восьмой год. Получаю удовольствие, получаю деньги, периодически о ком-то заботе. Сейчас у нас будет очень важная для всех беседа. Слушайте, она прям раскроет тему сегодняшней лекции. Одну из тем. И вот периодически, мне кажется, что я сам счастливый человек на свете, потому что мало кто может наверху. Не замужем? Я не замужем. Нет, поэтому я очень люблю свою работу. Да, да, да. Не, мы сейчас продолжим эту беседу. А вы уставать не начали? Ну да, немножко иногда. Устаёте, да? Ну да, и кто же в уморах падает, когда меня наскоро увозят, тогда мне кажется, что я уже устала. Немножко полечусь и опять на работу иду. Вот. Устаёте, да? При всём при этом, ну это, конечно, я юморю, да, потому что иначе никак. А вы садитесь, садитесь. Сейчас очень важная тема. Женщины, мужчины, все слушают внимательно. Очень важная тема. От своей работы получаю удовольствие и насыщаюсь, да, получаю энергию какую-то и душевное какое-то умиротворение. И вот после вчерашней лекции, и вот сегодня что, даже хорошо, что вы мне не дали слова в начале лекции, да, вот сейчас услышу всё это, я немножко запуталась. Я хотела спросить, вот моя работа, это моё место или всё-таки она, я обманываю себя, что я получаю удовольствие от своей работы, она меня отощает? Нет, это ваше место, всё нормально, ваше место, всё, ничего, вы себя не обманываете абсолютно. А вот эти мои иногда состояния такого крайнего переутомления, это я неправильно разграничиваю свои ресурсы трудовые или с чем это связано? Нет, не поэтому, причина в том, что корней нет. Олег Геннадь. Олег Геннадь, мы с вами в прошлом году на семинаре на эту тему тоже поговорили, ну, про корни, да? Да. Ну, я вот как бы всё, это по вашим лекциям, по вашим представлениям, всё делаю, да. Улыбаться, вы начали служить, заботиться обо всех. Да, да. Подружки есть? Да. Ну, всё, нормально, продолжайте так жить, работу бросать. Не надо, просто больше сил и времени в отношениях. У вас есть прям такие подружки, чтобы вам нравилось с ними общаться? Да, да. Наполняетесь, значит, силой любви, наполняетесь. Да, у меня хорошие друзья. Ребята начали смотреть? Вроде смотрит один, но мне что-то не нравится. Суслик? Недостоин, да, такой, слабоватенький, да? Ну, не знаю, что сказать даже. Ну, всё, продолжайте развиваться. Раньше же вообще не смотрели, да? Сейчас один уже смотрит. Раньше смотрели, но смотрели все женатые. Все женатые смотрели. Любовницу хотели, да? Да. Ну, так тоже бывает женщины, видите как. Мужчины как акулы могут быть, как акулы. Всё у вас хорошо. То есть работа, моя работа, это моя работа, да? Работа, ваша работа, да. Но цель для вас сейчас, это не работа. Вам надо отношения с подружками, людям заботиться о людях, больше думать о том, чтобы приносить всем счастье вокруг. Даже на работе больше думать, чтобы всех любить, всех заботиться. Личное отношение, ваша цель в вашей жизни сейчас, личное отношение. Переключайтесь сейчас в своём, ну, перестаньте себя растрачивать. На работе вы почему устаёте, всё больше устаёте? Потому что вы тратите себя. У вас нет корней сейчас. Корни для женщины – это отношения сначала с женщинами, с близкими людьми, а потом дальше семья, ваши корни, семья. Когда у вас корни появятся, вы никогда уже не будете уставать так сильно на своей работе, потому что ваша жизнь – это не работой станет, а вашим домом. Женщина своё счастье получает только в доме. На работе она тоже будет счастлива, но это счастье её выматывает и ссушает. Вот вы сейчас уже чуть-чуть восстанавливаться начали по сравнению с прошлым годом. Но и ссушение продолжает идти из-за того, что крен идёт в социальную активность по отношению к личной жизни. Женщина питается только личной жизнью, она наполняется, ей становится наполненной. А социальная деятельность её истощает. Вот, допустим, курица, когда она бегает, как-как-как-как-как-как, она истощается. Но когда у неё начинается личная жизнь, она сидит. КУМММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММ полный покой это значит что все она наполняется у нее пошла наполнение пошло и спокойно стал бегает 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 истощается как только снегичка появилась спокойная бегать никуда не надо и женщина беременная такая ходит спокойно внутри все нормально понимаете о чем я говорю женщина или нет понимаю вот все вот это надо к этому стремится все важный важный разговор всех для всех женщин важный потому что понимание глубоко вот этой темы нет мне работа нравится у меня все нормально почему же я постепенно все больше уставать стало почему потому что корней нету высыхаем потихоньку жизнь высыхает у некоторых быстрее у некоторых меньше в зависимости того насколько работа нравится мужчина на первом ряду олег геннадь здравствуйте меня зовут дмитрий я очень благодарен вам за ваше активное слушание лекций постоянно обсуждаете все очень перспективно активно со своей супругой внимательно все слушать я уверен что вашим подчиненным друзьям то что я говорю очень сильно поможет потому что мне кажется вы практически скоро начнете все воплотять в жизнь надо действительно у меня есть бизнес который я веду ну с испанцами но у меня другой вопрос у меня очень сильные боли суставов во всем теле просто не замерзают просто суставы замерзают там напряжение в них напряжение из-за постоянного стресса вы когда думаете вот так вот думаете есть разные виды мыслей вот смотрите допустим если человека мысли связаны с терпением то истощаются органы внутренней печени допустим поджелудочная железа если мысли связаны нужно что-то преодолеть что-то победить истощаются мышечные органы такие как желудок печень а если мысли человека связаны сильной концентрации внимания тогда истощаются костная система то есть вы у вас очень работа связана с сильной концентрации внимания вам надо быть очень внимательным в вашей работе из-за этого истощаются костная система природа ну конечно причем не просто природа вот смотрите правило такое если суставы болят то это значит что человек боится двигаться вот знаете именно это его и вылечит но смотрите здесь есть одно правило начните ходить так как вам нравится но долго опять же насколько долго где-то может быть начните минут 50 не каждый день через день потом постепенно увеличиваете ходьбу во время ходьбы будет три периода первый период через 10-15 минут начнут потихоньку давать о себе ноги знать потом вы пройдете еще какое-то время они разомнутся станет легче и пись последние 15 минут вы будет чувствовать что как будто они у вас уже и не болят на следующий день они заболят сильнее весь этот день не ходите потом через день начните опять то же самое опять будет проходить то же самое через два месяца начните ходить быстрее а через месяца 4 начните бегать и когда вы будете бегать через день по три километра спокойно по три с половиной у вас суставы вообще перестанут болеть и вылечиться полностью годовой абонемент спортзал да а годовой абонемент спортзал да ой я вам не советую никакого спортзала это ограничение вашего здоровья надо ходить по набережной надо ходить прям непосредственно природе потому что спортзал это все равно что вот допустим спать не с женой а с манекеном ну то есть понимаете есть как природа она дает силу и спортзал там конечно силы тоже будут движение там есть но движение нужно для того чтобы чем-то насытиться понимаете а в спортзале там нет природы там ее очень мало она заходит через стекла как-то там через воздух что-то понимаете это не тот вариант только набережная напрямую контакт с природой нужен обязательно бывают другие случаи когда человеку просто нужно какие-то группы мышц разминать это на природе это невозможно допустим тогда спортзал ну там допустим гири потаскать это кратковременная вещь а если ты долго хочешь вот тебе надо час допустим тогда это только природа только свежий воздух только улица она дает здоровье сил человек просто мы это не знаем этого понимаете никого спортзала пожалуйста спасибо девушка сзади хороший вопрос у нас пока идет все по теме лично разбираем тему эту раз нее раскладываем раз теория геннадьевич такой вопрос есть есть много работы интересные нравится заниматься но вы сильный человек работоспособный да у вас много от природы способности ну да но абсолютно нет за это ну как бы даже финансового вознаграждения никакого и даже вот силы нет попросить за это ну как потребует а вот главная причина в этом у вас слабое чувство собственного достоинства как сделать чтобы его поднять этого нужно общаться с женщинами у вас подружки есть есть мало вы с ними общаетесь ну почти нет практически да ну вот видите вы только недавно начали лекции слушать да чуть начали а сколько слушать давно слушаю это уже лет пять точно да интересно но у меня есть подружки но просто тоже вы тогда этого не услышали я же на каждой лекции говорю вам не хватает чувство собственного достоинства она развивается у женщины в результате служения людям самые доступные люди девушки это девушки такого же возраста то есть надо служить начинать им то есть надо заботиться о тех которые потом станут твоим подружками заботиться служить тратить на них силы потому что их благодарность будет ополнять тебе чувством собственного достоинства станешь крепко сильной а потом когда ты станешь крепко сильной ты можешь начальнику подойти сказать денежка нужна и так как у вас есть это сила чувство собственного достоинства есть это сила от вас исходит он не может вас игнорировать и как-то ну не сможет также сказать ну иди в другое место если денежка нужна он не сможет потому что он увидит силу и задумается что вам пришло время платить уже хватит вас эксплуатировать или если он совсем дебил простить за выражение вот он скажет вам ну и уматывай тогда атаков бескорыстный человек человек представить работал долгое время вообще без денег хорошие же люди правда такие на вес золото вот тогда надо умотать такие люди всем нужны которые работают и денег не надо все только мечтают поэтому просто поймите что проблема именно в этом это тоже самое женщины знаете вот это опять же тема одиноких женщин еще раз объясняю я вчера уже об этом говорил вот смотрите допустим женщина она должна на что-то опереться то есть ей нужно прибежище и она когда приходит на работу у ней там в основном общение все идет вся ее жизнь она одинокая у нее подружек мало но на что ей операция она опирается на работу означает начинает не уверить и сильно очень зависеть от этой работы начальник это видит он говорит работой сверхурочно и она не может не работать она боится отказать работает почему потому что это ее жизнь она зависит от этого своей жизни еще она оперлась не на то что надо сейчас у меня появилась работа ну я сейчас на испытательном сроке и там женский коллектив как раз хороший женский коллектив достаточно но она сложно достаточно и я не знаю как я закреплюсь там не закреплюсь закрепите все нормально привыкнуть все надо было есть чтоб я так сказал она сама знает что за надо чтобы старший сказал очень важно спасибо давайте сделаем выводы смотрите идея в чем заключается в том что женщина должна четко понять что когда она опирается в жизни не на то она становится рабыни и заурой то есть из нее начинают вить веревки понимаете это же тема она связана также и с жизнью женатым мужчиной женщины причина такой жизни заключается в отсутствии глубокой активности социальной для женщины если женщина не имеет подружек много она как бы ну достаточно замкнутая у нее нет социальной силы чувство собственного достоинства слабое нет глубокой веры в себя и тут какой-то мужчина она не понимает что она достойна в тысячу раз большего что вот данном случае просто идет эксплуатация ее тела потому что этот человек ей в жизни ничего не дает на самом деле когда женщина или ложится она себя не она себе ничего она только отдает поэтому женщины и сторонятся этого не бояться такой жизни она только дает когда женщина замуж вышла приобрела детей получила приобрела квартиру получила от мужа приобрела родственников получила приобрела это все при А для мужчины это все напряг. Что в квартиру надо пахать, что дети появились, пахать больше, родственники еще больше пахать. Вот. Все напряг для мужика. Для него счастье только жена. Она сначала такая худенькая, такая маленькая, как бы вообще такая скромная вообще, ей ничего не надо. Он еще не знает, что она размножается раз, что у нее там сейчас куча появится еще, которых тебе тоже знает, что у женщины она миленькая, а ты вместе с ней... Это не мое, да? Я сейчас вам объясню. Вот смотрите, для того, чтобы строить свой бизнес, нужно иметь проницательность, то есть способность видеть, как его развивать. Это раз. Второе. Нужно иметь способность влиять на людей. Ну то есть, чтобы они тебя уважали, чтобы они тебя слушались. Этих двух способностей у вас нет. У вас есть только одна способность. Вы очень разбираетесь хорошо в самом технологическом процессе. Вы способны детали понять, как это все происходит, глубоко очень. Но этого недостаточно, чтобы иметь свой бизнес. Есть только один вариант, он очень такой зыбкий. Если вы найдете двух людей, которые один будет управлять людьми, командовать ими, чтобы они его слушались. Второй будет понимать, куда двигать бизнес, как деньги, где брать, как брать, сколько брать, чтобы не прогореть. И эти два человека спасут эту ситуацию. Если у вас есть на то способность так сильно дружить, чтобы они вас не предали. Я вам все сказал. Спасибо. Ну, давайте вы, девушка, спросите. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, я студентка, вот, и не так давно я занималась добровольчеством. Мне приносила это радость. Но окружающие люди, в основном мужского пола, вот, говорили, что это бесплатная рабсила, что я трачу свое личное время. Ну, они глупые просто, они не знают. Да, и я как бы подчинилась этому и начала их глазами смотреть. И сейчас я этим не занимаюсь. Несчастность стала. Да. Сил не хватает. Вот, смотрите, классно же. Она привела очень хороший пример в сравнении. Она пожила так, пожила так, получила результат. Кстати, есть много вот этих бубнил. Вы смотрите, если бубнилу встретили, как бы ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Не надо ему, как бы, советую его слушать, потому что бубнилы никогда не понимают, как надо. У них очень граничное мышление. Они всего боятся. А что ты на кого-то работаешь? Работай только на себя. Так она на себя и работает, она всем служит, получает больше даже счастья, чем они. И как мне снова... Я чувствую, что это мое, мне это нравится. Вот все, я вам сказал, делайте это все. Как мне к этому вернуться? Вот благословение от старшего. Все, возвращайтесь. Спасибо большое. Я вам говорю. Благодарю. Это первое. И не слушайте... Не слушайте, если кто-то... Не слушайте, это для вас. Он сам себе это говорит. Спасибо. Итак, давайте сделаем из этих двух бесед некоторые выводы. Смотрите, первое, что мы поняли, оказывается, как бы есть разные люди. Одни способны свое дело открывать, другие не способны. Есть люди, которые... И, кстати, никто, даже открывая свое дело, он не сможет взять на себя полностью все сферы деятельности. Просто есть люди, которые имеют талант или способности так себя вести, что к ним приклеиваются те люди и готовы с ними работать, которые закрывают их дырки. Это называется благочестие человека. То есть человек открывает свое дело, и у него есть помощники или команда, которые могут ему помогать в том, чего он сам не может. Запомните, это только от большого благочестия. Или человек много добрых дел в жизни сделал, что ему Бог дает такую силу. То есть есть люди, которые закрывают его слабые места, и он еще сам понимает, где у него слабые места, где он сам не должен суваться, где это не его дело. Только в этом случае человек может открывать свой бизнес, свою деятельность. И еще очень важно знать в этой связи, что большинство людей думают, что чтобы свою деятельность открывать, нужны деньги. Они думают, деньги нужны. Это полная иллюзия. Для того, чтобы свою деятельность открывать, человек должен иметь хорошие качества характера и внутреннюю силу. Вот две вещи, которые ему нужны. То есть он должен иметь силой характера обладать и силой благочестия. Что такое сила характера? Это когда к тебе приклеиваются нужные люди. Они становятся твоими соратниками, готовыми с тобой что-то делать. И сила благочестия – это что? Это способность предугадывать, вот с кем строить отношения в делах, кем нет, кто тебя обманет, кто не обманет, кто должен быть твоим покровителем, кто над тобой должен быть там, какой из властей человек тебе принесет удачу, а который разрушит тебя. Ты должен это чувствовать. Это называется благочестие. Способность видеть, чувствовать ситуацию. Допустим, у меня был один знакомый, грузин, он такой, директор банка, он говорит, ну, ты правильно все говоришь. Я тебе открою свой секрет, как я стал богатым человеком. Я все чувствую очень просто. Я когда с человеком говорю, я начинаю нюхать трубку. И если я чувствую, что его голос воняет, то я никогда с ним не буду заключать сделку, что бы он ни говорил. Никогда не ошибается человек. Всегда сделки точно заключают, потому что голос не воняет, нормально. Это от Бога ему дано. Это называется благочестие. Интуиция так его работает. Вот. То есть я к этому говорю, что если, а если человек думает, что он взял кредит, и дальше будет все классно, вот это и есть как бы страшное решение. То есть тюрьма, нищета, рабство финансовое, вот что дальше за этим стоит. Сто процентов. Никаких нет исключений. А вдруг мне повезет? А в чем тебе повезет? Если ты не умеешь летать, прыгаешь с девятого этажа и махаешь рука, а вдруг повезет? Ну, повезет тебя обязательно в морг только. Так люди часто и делают. Ко мне подходит одна женщина в Москве, вот я недавно там был, подходит, говорит, Олег Геннадьевич, помогите мне. У меня большой долг. Не могу выплачивать. Что делать? Я говорю, молиться. Она говорит, я это уже слышала. Мне долг надо отдавать. Я за вас же долг не отдам. Что я могу сделать? Долг придется отдавать. Ты в рабстве. Попала в рабство. Я говорю, вы сами себя в рабство отдали. Чего вы от меня теперь хотите? Это невозможно ничего же тут сделать? Не отдавайте себя в рабство. Долг можно брать, который ты отдашь за несколько месяцев. Не за несколько лет, а за несколько месяцев. Легко, без напряжения. Вот это берите, пожалуйста. Ну и то лучше не надо. Я в своей жизни никогда деньги в долг не брал. Даже когда была нищета. Никогда этого не делал. Это очень опасно. Потом не вернешь никогда эти деньги. Я хотел бы с вами двигаться дальше немножко, а потом чуть-чуть поговорим. Договорились? Пока у вас есть силы слушать. Квадратный человек встречался вам? Никогда? Странно. Не часто встречаются. Ну ладно. Это аналогии просто. Квадратный человек, квадратный. Кому надо, тот понял. Ну то есть идея в чем заключается? В том, что заключается, мы сейчас с вами разбираем тему благочестия. Вот смотрите, допустим, человек делает бескорыстные какие-то поступки, добрые дела. Гарантируют ли этому человеку, что он потом будет счастливым? То, что он делает добрые дела? Нет. Могущество гарантируют, влияние гарантируют, социальную силу гарантируют, таланты гарантируют, возможность иметь подчиненных гарантируют, возможность иметь силу над людьми гарантируют, власть гарантируют, хорошее положение в обществе гарантируют, деньги гарантируют, благочестие, добрые дела. Но счастье не гарантируют. Знаете почему? Потому что это все, благочесть, добрые дела, которые ты делаешь, есть вероятность, что ты в результате этих добрых дел станешь квадратным человеком. Ну кто такой квадратный человек? Это человек, который по барабану все, кто его окружают. Просто по барабану. Понимаете? То есть ему все равно, как о нем скажут, кто находится рядом с ним, как они себя чувствуют, как они будут жить, какой результат будет, как бы его поступков по отношению к ним. Просто все по барабану. И причина, почему человек таким становится, заключается в том, что он перестал обмениваться. В результате, вот понимаете, как бы он сначала делал добрые дела, где-то может в прошлой жизни, поэтому он стал сильным, стал сильной личностью. Это сильная личность квадратный человек. Мой грозный командор, он там. Вот. Это сильная личность, это сильный человек, но сила является очень большим испытанием для человека. очень большим испытанием, очень большой трудностью в жизни. И поэтому человек власть, славу и деньги ставит выше любви. Ну, то есть он думает, что у меня от этой любви? Вот у меня деньги есть, я там нормально живу, у меня есть шик, там есть яхта, все прыгают, бегают передо мной. Все как бы классно. Зачем мне нужна эта любовь? Зачем она мне нужна сто лет? Один раз в Москве, когда там еще жил, как бы со мной захотел проконсультироваться один очень влиятельный человек. Сейчас он, кстати, все потерял уже. И даже чуть не попал, а по-моему, даже попал в тюрьму даже. Вот этот влиятельный человек, он когда меня пригласил, он очень богатый человек был, просто нереально богатый. И как бы весь дом, там огромный многоэтажный дом, там весь это его собственность, там еще несколько таких домов. Вот вышка такая огромная просто. Вот. И как бы я пришел к нему, он такой смотрит на меня, такой сидит. Там охрана, там меня пустили, все. Смотрит такой на меня, и что ты можешь? Я говорю, ничего не могу. Чего могу? Говорит, ну а чего тогда? Вот о тебе пишут там. Я говорю, я не знаю, люди так думают. Говорит, ну ты, говоришь, что камнями лечишь. А как камни-то они лечат? Наверное, это обман. А у него много там стояло вот этих вот аметистовых друст, разных цветов, прямо вот внутри квартиры, такие здоровые. У него там как мавзолей, ну как это, в смысле, как музей там, такая квартира, как музей. Вот. Наверное, я не ошибся, сказался. Вот. И я ему говорю, давайте попробуем. Я ставлю перед ним эту друзу сзади, аметистовую. Говорю, вот сейчас у вас будет повышаться давление. Принесли тонометр, у него лицо краснеет, меряем, давление повысилось. Потом я ставлю перед ним другую, говорю, сейчас будет снижаться. Раз, он побледнел, там голова закружилась, давление снизилось. Ну такой, ну, убрали друзы, он такой смотрит на меня, говорит, классно ты народ разводишь. Я говорю, а что, разве как бы эффекта не было? Он говорит, так это же гипноз. Ты, говорит, смотрел все это время на меня, вот ты и менял мне давление. Молодец, говорит, хорошо, сила есть. И так далее. Мы с ним так поговорили. Вот, я ему объяснял о благочестии, говорил о нравственных принципах. Он говорит, ты всем так это вешаешь? Я говорю, ну вот, я что знаю, то и говорю. В общем, разговор у нас не получился сильно с ним. Вот, потом пришел другой человек такой, там шарики какие-то крутил. Как бы, он говорит, вот у меня есть мастер такой. Ну, говорю, ну понятно, что за мастер. И он хорошо платил этому мастеру, что перед ним там выкаблучивался. Вот, ну, в общем, пошел я, когда от него подбежала секретарша, говорит, сколько стоит консультация. Я говорю, бесплатная. И она такая, фу. И такая пошла. Осквернилась сильно рядом со мной. Ну, в общем, попал я там в хорошую атмосферу, очень благостную. Но детали такие. Когда я там был, я наблюдал за тем, что происходит. Я увидел его сына, очень несчастного, молодого человека, который весь понтах, очень ленивый, зашоренный. Видел его жену, которая, как я увидел, не имеет с ним никаких глубоких отношений, просто живет с ним, потому что он богатый или нет. Я почувствовал всю его жизнь. Понимаете? И жизнь такая просто ужасна. А потом я, прежде чем прийти к нему, я некоторое время сидел, ждал в прихожей. Я почитал его журналы, которые показывают, как он ведет дела. И там в этих журналах прослеживались такие слова, типа, мы крутые, если вы не крутые, пошли вон. Ну и так далее. Ну, то есть такое, как бы отношение к людям, типа, будь крутым, тогда ты с нами, если нет, значит, ты несчастный. Ну и живи, как несчастный. А мы все тут счастливые. И как бы, и все, так сказать. Но потом у него вот так жизни сложилось. Все было разрушено. Все. И потом приехали в другую страну, он уже успел убежать, его взяли и привезли в Россию, чтобы судить. А? Неважно, нет смысла сейчас обсуждать, я не против этого человека. Я просто вам говорю сейчас о том, что благочестие человека, благочестие, это опасная штука, очень опасная. Если вы начинаете делать добрые дела, если вы, как бы, ну, много чего хорошего делаете, вы приобретаете силу после этого. Эта сила всегда приводит к гордости. Любая сила. Даже просто человек нравственным становится, он становится гордым. Вот, допустим, жена перестала пить, стала нравственной. Дальше что она будет делать? Ее начнет тошнить от мужа, который пьет. Это первое, что произойдет, я вам гарантирую. Пройдет полгода, и она будет думать, фу, с кем я живу? Мразь. Представляете, она до этого была нормальным человеком, вроде бы, да? Любила мужа, пила с ним вместе. Теперь она, вроде бы, стала благочестивой, бросила пить, но при этом ненавидит своего мужа. Удивительно, да? То есть, ее благочестие дало ей возможность быть счастливой, прощать, любить. Она научилась, нет? От этого благочения. Она бросила пить, но результат какой? Она загордилась собой. Потом она бросила есть мясо, допустим, и результат какой? Трупоед пошел вон. А потом, не дай Бог, она еще в таком же настроении приобрела веру какую-то себе и сказал, безбожник, я тебя ненавижу. Все, то есть, она полностью, как бы, стала отшибленной, стала квадратным человеком. Почему она стала квадратным человеком? Потому что она не поняла, зачем нужно благочестие. Благочестие человеку нужно для того, чтобы начать внутреннюю жизнь. Если у тебя есть силы какие-то влиять на кого-то, начни влиять на себя. Потому что, когда человек имеет силу влиять на ситуацию, он обычно это использует в повышении своего статуса в обществе, как бы, иметь что-то от жизни. Но начни с себя, научись себе самому сказать, учись просить прощения, учись прощать, учись принимать близких людей такими, какими они есть, если ты делаешь добрые дела. Начни со своего сердца, прими себе наставника, чтобы он тебе правду говорил о тебе. Потому что гордость свою не увидишь никогда. Она очень скрыта от всех людей. Допустим, вы скажете, Олег Геннадьевич, ну от вас же не скрыта. От меня тоже скрыта, точно так же, как от вас. Я вот в аэропорту посмотрел на себя со стороны. Там кричал, возмущался, почему держим меня такого великого? Мы там зачуха на моем аэропорту. Вообще просто жесть. Господь показывает нас изнутри. Всех, у всех людей есть гордость. У всех людей есть гордость. Она огромной силой обладает. Она рождается из благочестия, из добрых дел человека. и обуздать ее может только человек честно признавая себя в своих поступках. И еще лучше, если наставник ему все объясняет. Это еще лучше даже. Вот. Поэтому тема такая. Все люди, которые обретают благочестие и не справляются с судьбой, они становятся жестокими начальниками, нечестными правителями. они становятся людьми, которые имеют власть и силу, но при этом не понимают, для чего это надо. Для чего нужна власть и сила, как вы думаете? У тебя больше возможности сделать всех счастливыми. Вот для чего это надо. У тебя деньги нужны для того, чтобы всех сделать счастливыми. Власть нужна для того, чтобы всех сделать счастливыми. Это не просто сделать, поверьте мне, не так просто, как кажется. Потому что вокруг много ты начнёшь даже, допустим, стать хорошим, станешь сразу резко, то тебя могут просто прибить эти люди. Поэтому здесь нужно очень аккуратно действовать. Поэтому власть это, ну, и как бы наша вот любовь осуждать старших, что типа, что это вы тут не живёте как надо, если у вас есть власть? А попробуй сам. Я уверен, что половина из нас, вот если дать полномочия, допустим, много денег человеку дать, сказать «Отдавай людям, служи!» Ну, половина из нас просто возьмёт это в карман и на Майами. Ну, понимаете, то есть идея в чём заключается? В том, что можно как бы каркать на других людей, обсуждать легко, но справиться с этим испытанием непросто, непросто. Поэтому никогда не осуждайте людей, которые имеют власть, деньги, влияние. Это очень тяжёлое испытание. Очень тяжёлое испытание. Слава – очень тяжёлое испытание. И всё это нужно человеку, несомненно. Власть, деньги, влияние, слава – нужны. Но дозировано. Дозировано. Если ты хочешь делать большие дела какие-то, это хорошо. Делай добрые дела, заботься обо всех, станешь сильным человеком. Но если твоя сила будет больше, чуть больше, чем твоя совесть, тогда это страшно. Лучше уж быть бедным человеком, лучше быть бедным человеком, чем жить вот так. Жить без любви, без отношений, нет глубины, нет любви, нет отношений, просто деньги, могущество, возможности и больше ничего. Это пустая жизнь совершенно, бесполезная. И человек только делает вид, что ему хорошо. Он сам себя просто самовнушением занимается. Такая жизнь никогда не приносит счастья никому. Никакой пользы от него нет, никакой силы от него нет, никакого влияния нет, просто пустая трата времени. Уж лучше жить бедным человеком, делать добрые дела, чем богатым и несчастным. Поэтому всегда изучая какое-то знание, идя в сторону самосовершенствования, человек должен очень четко понимать эту тему. Сам он никогда не справится с собой. Нужны старшие. Иначе деградация в виде гордости неизбежна. Я помню, когда начал закаливанием, заниматься, я очень меня отрезвил, Господь меня очень отрезвил. Я встретил одного человека, который меня учился закаливать. Он говорит, закаливание это супер. Это возможности такие, такие-то. Человек может то-то, то-то получить. Все он говорил правду. Это было все правду. Человек закаливается, он получает силу воли, бесстрашие, он получает хорошее здоровье крепкое. Он способен справиться быстро со стрессом. Он способен много-много как бы в жизни получить, такой человек, когда закаливается. Но есть одна проблема. Это гордость. Этот человек умер среди лета от разрыва сердца. в возрасте между 40 и 50, в молодом возрасте, абсолютно здоровым. Он умер. Знаете, почему он умер? Он перезакаливался. Он сидел в воде по 40, 50, 60 минут, чего, в общем-то, не нужно было человеку. В результате летом, когда не было холодной воды, он перегрелся на солнце и умер от инфаркта обширного. Теперь спрашивается, почему же так произошло? Неужели закаливание вредно человеку? Оно не вредно. Просто он начал гордиться собой и специально увеличивать свою способность терпеть холод. В результате он потерял способность терпеть жару. Понимаете, он просто всем хотел показать, какой он крутой. Вот это и дело стало причиной его смерти этого человека. Это только я потом понял. Я никак не мог понять. Я потом резко перестал закаливаться сначала. Думаю, все, я тоже так погибну. Опасно очень. А потом я понял, что все нормально, ничего не опасно. Ты просто пойми, для чего тебе это надо. Если ты хочешь выпендриваться перед всеми, тогда это станет причиной твоего разрушения.